Повторюсь еще раз. Меня зовут Денис Донченко, и у нас сегодня вебинар, в основном, посвященный лендинг-пейджам. Лендинг-пейджи, или как еще называют их, в переводе на русский, посадочные страницы, сейчас достаточно популярная такая штука. И мне сегодня на вебинаре рассказывать о лендинг-пейджи будет помогать наш золотой партнер, компания Бурбон, в лице Евгения Молева и Ксилины Мосягиной. Вот они к нам подключатся чуть попозже и, собственно говоря, расскажут и еще и покажут вживую, и покажут различные примеры, связанные с лендинг-пейджей, как это работает, как настраивать, из каких блоков должны состоять посадочные страницы. Ну и, собственно говоря, расскажут обо всех секретах, нюансах, на которые стоит обращать внимание при создании таких вот страниц, лендинг-пейджей. Я же со своей стороны, как представитель компании 1S Bittrex, расскажу про Bittrex, про платформу, в основном про инструменты, связанные с интернет-торговлей, собственно говоря, как вы сможете продавать те товары и услуги, которые вы будете рекламировать на вашей посадочной страничке. Вот. На самом деле, хотелось бы несколько отступлений сделать для тех, кто, может быть, не очень понимает, что такое лендинг-пейдж, вообще как это все работает и как к этому привязан Bittrex. Ну, могу, скажем так, наблюдать, да, две основные, два основных примера, когда используется лендинг-пейдж. Один из примеров, когда, ну, даже делается не лендинг-пейдж, не в плане посадочной страницы, а такой делается одностраничный сайт, и, к примеру, рекламируется какая-то определенная услуга. То есть есть какой-то предприниматель, который, не знаю, делает ногти красным дамом, к примеру. Ему не нужен, в принципе, сайт, ему нужна одна страничка, на которой он расскажет об основных преимуществах работы с ним, покажет несколько фотографий с примерами работ, примеры цен, отзывы покупателей или пользователей его услуг. Ну, и, соответственно, будет огромная форма записаться к нему на прием, и еще везде будут развешаны его телефоны, чтобы вы могли прям с сайта ему позвонить. Это один из сценариев, когда используется такая посадочная страничка, на которой даются ссылки в онлайн-рекламе где-нибудь, там, в том же Директе, на других сайтах, в офлайне, на визитках люди заходят, читают, и, собственно говоря, сразу же обращаются за услугами к нему. Это один из вариантов, такой простой, мы его не будем, я думаю, сегодня рассматривать, ну, по крайней мере, я точно, возможно, Евгений с Екатериной что-то об этом расскажут. Вот мы, ну, я в том числе, хотелось бы обратить внимание на другой сценарий, когда есть компания, у которой есть определенные товары, и она эти товары, собственно говоря, продает. И необходимо на какую-то определенную группу товаров, на какой-то определенный товар сделать дополнительную рекламу, разместить ее в Директе или там в Яндекс.Маркете, и, собственно говоря, привлекать покупателей на какую-то определенную страничку с определенным товаром, где вы будете красочно расписывать какой-то замечательный товар, да, почему он обязательно нужно купить именно у вас. Ну, допустим, вчера Apple анонсировала iPhone, и вот вам на вашем сайте нужно теперь, вы там продаете электронику, у вас помимо телефонов еще там есть холодильники и прочее, но вот вы хотите сейчас, да, активно начать рекламировать именно iPhone 6s. Вы делаете лендинг-пейдж, то есть отдельную страничку на вашем же сайте, интернет-магазине, оформляете ее как-то красиво там в стилистике iPhone, в стилистике Apple, и, соответственно, теперь даете рекламу именно на эту страничку, на которой там висит три модельки, да, телефона с ценами, с каким-то описанием и формой заказа. То есть вы теперь привлекаете всех ваших клиентов не на общий сайт, а на именно эту страничку. И дальше уже люди оттуда на этой же страничке делают заказ или приходят там, кликают на подробнее, приходят на ваш сайт и делают заказ уже на вашем сайте. Это один из таких частых сценариев, который хотелось бы сегодня как раз с вами и рассмотреть. Вот, Олег тоже как раз вот говорит, а разве карточка товара не является страницей товара? Да, ее вот очень часто как раз-таки делают прямо для карточки товара отдельное оформление, отличное от оформления, допустим, общего сайта, то есть стилизованное, ну, как я говорил, там, допустим, под Apple, да, под технику iPhone, и на эту страничку отдельно загоняют. Это может быть отдельный сайт, да, там. Это может быть отдельный домен, отдельный поддомен и так далее, и тому подобное. Вот, и, соответственно, там вы сможете рассказать вашим клиентам о том, почему вы, почему у вас и так далее. Вот. Ну, в любом случае, все упирается в интернет-магазин и покупку у вас на сайте. А это, собственно говоря, наша основная задача, задача компании Bittrex, делать это максимально эффективно, удобно, как для вас, владельца, да, так и для вашего клиента. Вот, соответственно, об этом хотелось бы сегодня рассказать. У меня, думаю, порядка часа будет презентация по основным возможностям Bittrex, ну, и потом уже я передам микрофон, передам управление, собственно говоря, экраном Екатерине, да, и Евгению, и они уже расскажут более подробно про их опыт работы с лендинг-пейджами, подробнее расскажут про основные нюансы. Сейчас, понятное дело, да, там в интернете покупается практически все, да, ну, соответственно, рассказывать о том, что нужно делать сайт, нужно вкладывать в интернет продажи и так далее, я думаю, уже никому не нужно, все это так прекрасно понимают. Вот, есть некоторые нюансы, связанные с современными тенденциями, ну, одна из современных тенденций – это мобильные устройства, вход на сайт, с которых сейчас просто неумолимо растет, там на многих сайтах, на многих тематиках, мобильные пользователи превышают половины всех посещений, вот, поэтому нужно, конечно же, на это обязательно ориентироваться. Тоже есть различные инструменты для этого, о которых сегодня с вами поговорим. Ну, так вот, есть у нас платформа, платформа называется «Управление сайтом», данная версия у нас 15.5, огромное количество клиентов, огромное количество возможностей, ну, и ориентированными, в первую очередь, на, конечно же, интернет продажи, на все, что связано с возможностью купить, заказать на сайте различными способами, различными способами – это доставить, сформировать и так далее. Вот, и сегодня об этом с вами и поговорим. У меня на моем компьютере установлена виртуальная машина, и, соответственно, я на эту виртуальную машину поставил демо-версию, скачанную буквально вчера с нашего сайта. У меня там стоит самое последнее обновление. Собственно говоря, вы также можете это сделать, скачать демку и поставить себе на компьютер, на ноутбук, на хостинг, куда угодно, чтобы протестировать. Там по функционалу никаких ограничений технических, скажем так, нет. То есть вы ставите демку, и она работает так, как если бы вы купили бы этот продукт. Единственное ограничение – это время работы. Оно гранично 30 днями. Ну, в принципе, за месяц более чем реально. Все установить, все попробовать, настроить, пощупать, загрузить товары и так далее. То есть ознакомиться с продуктом, который вы собираетесь купить. Вот так выглядит типовой интернет-магазин Bittrex, который есть, скажем так, из коробки, который по умолчанию установлен, который вы можете использовать. Там есть различные варианты по цветовому оформлению, расположению меню. Там сейчас тоже некоторые еще доработки будут. Баннер сюда добавится сверху. Ну, как бы ознакомиться с возможностями вам будет более чем достаточно. Ну и в целом я знаю огромное количество примеров, когда люди запускают интернет-магазин именно на типовом шаблоне. Меняют там логотип под свой телефон, соответственно, контакты, цветовую гамму и, собственно говоря, загружают свой товар и начинают продавать. Магазин адаптивен. То есть он позволяет работать с любых устройств, автоматически меняет решение, верстку. То есть вы можете заходить на него как с iPad, это будет для вас более чем комфортно, так и с мобильного телефона. Меню прячется в такую кнопочку. Вот, вы можете заходить, искать, находить нужный вам товар, соответственно, здесь же его покупать, читать все остальные вещи, которые у вас есть на сайте. Это очень важно. Это сейчас, ну, во-первых, и в целом это для ваших клиентов будет удобно, особенно если мы говорим про какую-то такую розничную торговлю, да, если вы там торгуете где-нибудь деревообрабатывающиеся станками, да, где вряд ли там ваш клиент будет заходить с мобильного телефона. Вот, если это говорит, речь идет про розничную торговлю, то обращать внимание на мобильных пользователей нужно в первую очередь. Ну и потом Яндекс и Гугл уже официально заявляют о том, что они будут пессимизировать, то есть опускать в поиски те сайты, которые не отвечают требованиям для мобильных пользователей. То есть если ваш сайт там неадаптивный, плохо отображается на мобильных устройствах, то такой сайт будет автоматически пессимизирован в поисковой выдаче. То есть вверху будут только те сайты, которые хорошо отображаются на мобильных устройствах. Мы под это тоже очень много всего сделали, чтобы сайты, сделанные на Битриксе, отвечали всем требованиям, в том числе требованиям того же Гугла. Плотно с ними работали, чтобы вам было удобно. Коллеги, все ли меня слышат? Потому что есть вот некоторые вопросы. Кто-то жалуется, что нет звука, и висит экран. Вопросы такие звучат очень интересно. На нашем семинаре, на наших вебинарах люди удивляются, почему мы рекламируем 1С Битрикс. Было бы странно, чтобы я, как представитель компании 1С Битрикс, на вебинаре, организованной компанией 1С Битрикс, рекламировал не Битрикс, а какой-то другой продукт. Вот странный вопрос, коллеги, вы задаете. Да, сегодня мы будем говорить исключительно о Битриксе и о возможностях Битрикса, а во второй части коллеги, наши партнеры, золотые партнеры, опять же, таким большим словом Битрикса, будут рассказывать про лендинг-пейджи, которые они разрабатывают на Битриксе, и которые, ну и, собственно говоря, о своем опыте работы с Битриксом и лендинг-пейджи на Битриксе. Поэтому, вот, к сожалению, в этом случае ничего не могу поделать, придется мне рассказывать про Битрикс вам сегодня. Вот. Значит, сайт адаптивный, это здорово, это нужно, это правильно, поэтому, если будете разрабатывать свой сайт, рисовать свой собственный дизайн отдельный, да, или покупать его там где-то в маркетплейсе, обязательно обращать внимание, чтобы он был адаптивным. Это просто уже требование, скажем так, обязательно на сегодняшний момент. Если пару лет назад это было так, хочешь, не хочешь, ну, нужно, неплохо было бы, то сейчас это обязательно требование, опять же, для тех же пысковиков. Вот. Есть интернет-магазин, собственно говоря, на котором вы можете представлять ваши товары, допустим, какие-то услуги, которые ваши клиенты будут там покупать. Главная страничка выглядит таким образом. Здесь есть места подо все, под различные новинки, каталоги, там, не знаю, поиск товара, подписку на рассылки, различные рекламные блоки, вот, новости, блоги, все, что вы хотите, чтобы ваши клиенты на главной страничке видели. Ну, в том числе, можно там будет размещать сверху еще баннер какой-нибудь, крутилку и так далее. Это все без проблем можно будет сделать на битриксе. В карточке товара тоже я особо углубляться не буду. Есть различные инструменты, которые позволяют вам выбирать свойства товаров, такие как цвет, размер, высота, там, и так далее. То есть формировать нужное вам предложение и положить непосредственно его в корзину и перейти к покупке. Если вы торгуете там товаром и у вас физическим товаром, да, допустим, маленькими там услугами и у вас этот товар лежит на вашем же складе, вы можете подключить различные складские системы, такие как 1С, допустим, или использовать встроенную систему складского учета и показывать, какое количество есть на том или ином складе вашей компании, чтобы клиент в карточке товара сразу же увидел наличие, да, и заказывал и забирал там из того или иного склада. Для поиска товаров есть несколько инструментов. Во-первых, это удобный фильтр, который позволит вашим клиентам выбрать нужные ему какие-то характеристики и исходя из этих характеристик отобрать нужный ему товар. Фильтры ищут достаточно быстро, не зависит от скорости, от количества товаров, которые у вас есть на сайте, так может там 100 штук быть, может быть там 100 тысяч. Тут же, да, отмечаете галочкой и система показывает, сколько товаров по заданным характеристикам есть на вашем сайте и, соответственно, клиент сможет там быстренько подумать, что типа так, что-то очень мало, наверное, нужно будет расширить поиск и, соответственно, выбрать какие-нибудь другие критерии. Ну и также заходит в карточку, смотрит всю информацию о товаре и при необходимости, соответственно, кладет его в корзину и покупает. Стандартный механизм, когда клиент ищет товар на сайте с большим каталогом. Еще также есть вариант, когда вы, допустим, как покупатель, зашли на сайт и вы знаете, что вы хотите, вас интересует определенная модель, вы можете эту модель искать не через каталог, ползая по всем категориям, потому что у вас там, может быть, не знаю, 100 категорий на сайте, в каждой из этих категорий еще по десятку подкатегорий, что, собственно говоря, затруднит поиск. Можно предложить клиенту быстрый поиск на сайте. То есть я вбиваю какую-нибудь определенную модель товара, которая мне необходима. Шортов у нас нет. Обувь, ботинки. Так, какой-нибудь товар, какой у нас есть. Штаны, допустим, жизнь в абстракции. То есть я знаю какой-то товар, который называется там жизнь, знаю, что есть слово жизнь в названии, в заголовке этого слова, в заголовке товара. Я могу вбить здесь название и тут же мне вываливается вот это вот слово. Я могу, не продолжая поиск, перейти непосредственно в карточку этого товара. Вот, очень удобно, особенно если, опять же, все-таки у вас там миллионы позиций в каталоге, зашел, ввел, перешел в карточку, купил. Нет, необходимо тратить время на поиск. Система подсказывает сразу же есть, нету. Если там, допустим, какие-то, опять же, такие опечатки, то есть вбиваю с ошибкой раскладки, то система также это понимает и также предложит клиенту нужный ему товар. Сюда можно добавлять цены, чтобы сразу положить этот товар в корзин непосредственно из страницы, из поисковой выдачи. Можно какое-нибудь краткое описание и так далее. То есть в целом этот вот поиск, он настраивается, позволяет система его дорабатывать под ваши задачи, ваши пожелания. в дальнейшем, когда мы все настроили, у нас товар продается, мы там создавали лендинг-пейджи под нашу страничку, все это дело управляется у нас из админки нашего сайта, сайта на Битриксе. Не важно, на самом деле, какой у вас там сайт, опять же, интернет-магазин, лендинг-пейдж, админка будет практически всегда единая и функционал, который я хотел бы показать по максимуму, который заточен именно на повышение конверсии вашего сайта, на повышение продаж, соответственно. У нас есть для этого добра прям отдельный раздел, называется он маркетинг. То есть когда вы создали свой сайт, причем этот сайт может быть не обязательно интернет-магазином, еще раз повторюсь, это может быть и просто сайт, корпоративный сайт, сайт-услуг, сайт просто лендинг-пейдж, у вас в любом случае станет задача этот сайт тем или иным образом рекламировать и рекламировать товары, услуги и отслеживать эффективность вот этой рекламы. Это все можно сделать в разделе маркетинг. Что для этого есть? Какие инструменты? Во-первых, из таких интересных и новых инструментов это email-маркетинг и триггерные рассылки. Система рассылок, который позволяет вам автоматизировать отправку различных уведомлений вашим клиентам по тем или иным событиям. Здесь покажу. Вы можете настроить автоматическую рассылку клиентам по, допустим, каким-то определенным условиям или по определенным характеристикам критериям. Допустим, вы можете сделать рассылку по всем клиентам, которые зарегистрировались у вас в определенный промежуток времени. Выбрать всех этих клиентов автоматически, добавить их автоматически, сформировать из них автоматически какую-нибудь группу и, соответственно, делать рассылку по ним. Вы можете выбрать определенных клиентов, которые купили определенный товар и делать определенную рассылку только по этим пользователям. допустим по тем же покупателям айфона взяли сделали всех кто у вас покупал там обычный 6 айфон или там 5s сделали по ним рассылку стали что ребята ваш телефон превратился вчера в тыкву давайте сегодня идите к нам покупайте новый телефон вот для вас там специальное предложение ссылка и так далее то сделали для них сами какую-то индивидуальную скажем так рассылку целевую вот можно сделать допустим у вас искать в веб-форума даст кто-нибудь там вас что-то заказывал запрашивал какую-то информацию коммерческого приложения можете выбрать всех получателей той или иной веб-форумы и соответственно сделать рассылку именно по ним или каким-то определенным подписчикам стандартно тоже кстати говоря самая стандартная наверное процедура когда у вас есть форма на вашем сайте подписки на новости вот выбираете всех подписчиков и собственно говоря по ним делаются какие-то определенные рассылки вот или выбираете пользователь тоже по тем или иным критериям соответственно создаете группу дальше на следующем этапе создаете выпуск и делаете расписание определенной рассылки все это можно сделать тоже автоматическом режиме по каждым понедельникам допустим делать определенную рассылку с подборкой определенная подборка там новых товаров новинок в вашем магазине или каких-нибудь новостей то есть года божим опубликовали там публикуете в течение ним недели новости на вашем сайте и чтобы по каждой новости не слать рассылка нашим клиенту может jede понедельник делать такую общую рассылку с ссылками на все новости, которые у вас там вышли за прошлую неделю, чтобы клиент зашел и ознакомился с тем, что он там, может быть, пропустил и так далее. Это достаточно такой мощный инструмент, который позволяет вам и очень активно общаться с вашими клиентами, не давать им их о себе забыть, создавать различные шаблоны. Я там углубляться сильно не буду. Главное, что вы сможете потом еще также отслеживать эффективность этих вот рассылок. И еще есть такая забавная очень штука, которая называется триггерные рассылки. Это когда вы создаете рассылку не по-своему предыдущей email-рассылки, они в основном, скажем так, вы вручную их создаете и рассылаете, настраиваете. А можно создать триггерную рассылку, которая будет автоматически отцовлаться, клиенту в зависимости от того, что он сделал на вашем сайте. Приведу пример. Он может зарегистрироваться на вашем сайте, и вы тут же отправляете ему письмо. Это называется триггерная рассылка. Триггер – это переводится английском, называется спусковой крючок. То есть, грубо говоря, какое-то действие произошло на сайте от того или иного пользователя. Вы по этому пользователю сделали определенную рассылку. Сделал пользователь заказ на вашем сайте. Вы отправили ему письмо с поздравлением, спасибо, ожидайте и так далее. Прошло два дня с момента того, как пользователь оформил заказ на вашем сайте, но так его и не оплатил. Вы ему отправляете триггерную рассылку о том, что вы так и не оплатили. Что вам мешает, почему вы этого не сделали и так далее. Если с этого момента пользователь не сделал покупку, не оплатил заказ, прошло еще, допустим, три дня, вы ему шлете еще одно письмо. Что не так? Что происходит? Почему вы о нас забыли? Почему вы не оплачиваете? И так далее и тому подобное до какого-то определенного логического совершения, когда пользователь либо его оплачивает, либо его отменяет, удаляет и так далее. Вы можете настраивать эти все условия для ваших клиентов, для этих рассылок, как, по какому условию они будут запускаться, в какой момент. И настраивать это можно таким образом, что рассылка либо будет долбиться, либо она просто будет отправляться по определенному условию, либо же она будет долбиться до тех пор, пока пользователь не выполнит определенное требование. Вариант в применении масса. На самом деле, да, это и опять же таки возможность, ну, вы когда добиваете, скажем так, клиента, заставляете его все-таки сделать рассылку, причем у вас может быть там, допустим, три письма, там через день, через два дня или через три дня. В каждом из этих писем может быть разный текст, разный посыл, то есть в одном вы говорите, что там вы, наверное, забыли, вот-вот, ссылка на ваш заказ, пожалуйста, его дооформите. Во втором письме вы можете говорить, что там, вы знаете, мы скоро удалим этот заказ, заказ отменим, если вы не оплатите и так далее. В третьем письме вы можете сказать, что типа, ну ладно, вы там убедили, давайте вот мы вам даем 5% скидку, предложите в письме купон, допустим, на эту скидку, пожалуйста, только оформите заказ. Ну, соответственно, тут уже клиент либо оформляет заказ, либо вы его там через какое-то определенное время отменяете, чтобы он там не висел у вас в подвешенном состоянии. Либо вы можете, допустим, если человек давно не заходил на сайт, также можете ему слать уведомление, чтобы он все-таки зашел, 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 зашел. Тоже настраивайте, через какое количество времени, через какое количество дней. Несколько примеров, причем даже не связанных с интернет-магазином, который буквально на днях сам испытал на себе вот от различных сторонних ресурсов. Facebook. Я снес мобильное приложение со своего телефона и уехал в отпуск. Facebook. Соответственно, не было возможности заходить на Facebook. Ну, там через браузер не очень удобно, и, собственно говоря, не хотелось. Facebook каждый день слал мне одно и то же письмо о том, что у меня есть какие-то два новых уведомления на Facebook. Он слал это действительно каждый день. У меня там сложилось впечатление, что я приеду, у меня там просто за две недели накопилось сотни этих уведомлений, которые оказались там непрочитанными. Приехал, через две недели зашел на сайт Facebook, оказалось, что у меня как были эти два уведомления, так они и остались. Просто он каждый день одно и то же мне присылал. Ну, вот настойчивость меня, конечно, поразила. Такой пример. Не знаю, насколько он там правильно или неправильно, ну, многие вот такими вот триггерными рассылками пользуются. То есть человек не заходит на сайт, но у него есть там, допустим, что-то, у вас есть что-то для него, вы его можете задалбливать, чтобы он либо отписался от вас, потому что это было слишком агрессивно, либо все-таки он зайдет к вам на сайт, там дает заформить заказ, там прочитает, заполнит форму какую-то, то есть делает какое-то определенное действие, которое вы от него требуете. Второй пример. Вчера буквально вечером получаю письмо от одного старого, там, известного фотохостинга. Ну, раньше, как бы, там еще модно были эти фотохостинги. Я в 2005 году создавал там фотоальбомы. Сокрытые фотоальбомы, да, где там вкладывали определенные фотографии. Вот я, причем, про эти фотографии, в принципе, уже забыл, потому что прошло 10 лет. И тут мне приходит письмо о том, что вот вы там в сентябре 2005 года создали несколько альбомов, и вот что-то прошло 10 лет, вы к нам давно не заходили. Типа, фотки по вам скучают. Я просто был в шоке, потому что зашел, увидел эти фотографии, посмеялся, конечно, над душой. Вот, но в любом случае, система напомнила мне спустя 10 лет, что я там давно не заходил, и я зашел, собственно говоря, там даже залогинился, посмотрел, почитал, то есть даже выполнил какие-то определенные действия. Система выполнила свою задачу, она меня привлекла к себе на сайт, потому что я давно этому не приходил. И опять же, тоже там такой посыл был, хорошо было составлено письмо, что там загружали фотки, их там много, давно не заходили, они скучают, и так далее. Вот, поэтому это обязательно нужно использовать, напоминать о себе. Ну, делать это не банально, да, делать это с творческим подходом. Ну, в общем, инструментарий для этого есть, обязательно этим пользуйтесь. Тут условия различные количества, их, в принципе, можно будет добавлять, и API для этого есть, да, то есть можно технически дорабатывать. Ну, стандартно это давно не заходил, не покупал давно, опять же, допустим, прошел год, у вас тут что-то покупало. Вот, заходите, настраиваете, отправляете всем, кто, допустим, год назад что-то покупал, какую-нибудь скидку. Мне буквально сегодня вот пришло письмо от, то ли МВиде, то ли еще кого-то, ну, таких крупных интернет-магазинов, что давно не покупали, у нас для вас специальная 10-процентная скидка, только для вас, там, секретная скидка, там, примените ее на те-то товары, там, на этом сайте, бла-бла-бла. Ну, опять же-таки, как такая приманка, да, зайти, посмотреть, что там нового, ну, и плюс приманка самой скидкой, что тоже, конечно же, хорошо. Делайте эти триггерные рассылки, не задумывайтесь, они будут, то есть, настраивайте их по умолчанию, ну, самостоятельно настраивайте их изначально, там, с каким-нибудь шаблоном, и все, потом не задумывайтесь, система сама будет рассылать по вашим условиям, вашим клиентам такие письма. То есть, нужно будет держать, там, делать выборку, кто, когда чего покупал, все за вас будет сделано. Ну, здесь это оплата заказа, отмена заказа, можете написать, что случилось, почему, давайте мы вам предложим какую-нибудь новую, там, цену, или давайте, там, наш специалист с вами свяжется, и, ну, в общем, как бы, на ваше усмотрение, там, на вашу фантазию, вы можете какие-то предложить различные, там, дополнительные услуги, чтобы удержать этого клиента. Соответственно, это задача сейчас, да, самая важная в интернет-магазине, удержать клиента, чтобы он, там, у вас купил, остался с вами. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот эту, вот, рассылку вы можете делать до какого-то определенного условия. Зашел на сайт, оплатил заказ, или создал новый заказ. Ну, или добавлять уже свои какие-то условия, дополнительные через API, в зависимости от того, что у вас за сайт, какие у вас, там, необходимы, действия сделать, чтобы вы остались довольны. И так далее. Так, вот тут вопрос такой, если сделать рассылку на несколько адресов, то выходящий без меня адреса увидит в графе только кому, кому только свой ящик, или много адресов из рассылки. Конечно же, только свой ящик. Мне кажется, уже больше 10 лет никто не делает такую рассылку по всем, чтобы вы видели всех остальных в поле «Кому». Идет адресная рассылка, причем вы можете в шаблоне рассылки, если у пользователя заполнено имя, фамилия, ну, то есть, допустим, вы по какому-то критерию, допустим, в заказе, у вас там обязательно поле – это имя. Если у него имя заполнено, то вы можете сделать шаблон, там, «Здравствуйте», запятая, и будет автоматически подставляться под каждый имя этого клиента. То есть, это будет индивидуальное письмо каждому человеку с определенным шаблоном, с которым вы сами сможете создать и сделать. Ну и потом идет рассылка. Вы в дальнейшем сможете смотреть статистику. Здесь, в демо-версии пусто, рассылок тут не создавалось никаких. Тут суть в том, что вы сможете, ну, как в этом, в триггерных рассылках, так и в обычных рассылках посмотреть статистику. Вот, здесь прямо отдельно есть разделы под это, и там вы видите, во-первых, прочитано-непрочитанное письмо, открыто-неоткрыто, перешли-неперешли по ссылке, которая есть в вашем письме, и еще можете смотреть, отписались-неотписались. То есть, вы вот те же там e-mail маркетинг, когда делаете какие-нибудь рассылки с вашего сайта, вы можете, к примеру, делать разные варианты. То есть, ну, скажем так, пробовать, пробовать себя, да, в какой-то рассылке вы можете, допустим, обращаться к клиенту на ты. Вы знаете, что ваша там аудитория, там, молодые люди до 30 лет, да, до 25 лет, вы знаете, что там, вы хотите с ними общаться, там, на ты, да, в такой свободной форме, смотрите. Смотрите, не ошиблись ли вы с обращением, или там, не только на ты, но и в какой-то такой свободной, во льготной форме, да, общаетесь, там, с какими-нибудь шутками, с какими-нибудь смешными картинками, и так далее. Смотрите статистику, какой процент отписок идет по той или иной рассылке. Если видите, что, ну, люди как-то не очень восприняли, не понимают, почему вы, как бы, с ними в какой-то такой манере достаточно странно общаетесь, они отписываются, думают, что какая-то хамская компания. Или наоборот, что вы, допустим, пишете какие-то скучные письма, вы там, здравствуйте, зайдите, пожалуйста, ну, то есть какая-то такая вот форма, люди тоже могут воспринять это какая-то, какая-то нудятин, да, не хочу читать такие рассылки, такая компания мне неинтересна, и тоже отписаться. Ну, собственно говоря, вариантов множество. Можете тестировать и смотреть потом процент отписок, процент вообще переходов, процент открытия писем. Точно так же вы можете, да, там, смотреть, какие заголовки у письма более правильные, как там влияет это на открываемость писем, на переход по ссылкам и так далее. То есть вся вот эта вот статистика по конверсии, она будет вам доступна непосредственно здесь в статистике выпуска. И вы, собственно говоря, сможете на нее ориентироваться при создании дальнейших рассылок. Это очень важно. Обращайте на это внимание. Это, собственно говоря, используется не только для интернет-магазинов, это для любых сайтов. Еще из новинок, что у нас недавно появилось, это обе-тестирование. Что это такое? Это вариант, научный, скажем так, метод определить, какой дизайн или какой подход в вашем интернет-магазине правильный с точки зрения конверсии. Скажем так, на примере, черный фон или белый фон вашего сайта приносит больше покупателей или, допустим, в целом, повышает конверсию. Какая кнопка «Купить» выкрашенная в зеленый цвет или в красный или в серый, также приносит больше покупателей на ваш сайт. какие блоки на вашем сайте на главной страничке наверху на самом новинке или популярные товары также повышает конверсию, делает больше заказов на вашем сайте и так далее. Можно спорить, можно утверждать, нанимать различных юзабилистов, а можно просто запустить АБ-тестирование, которое, собственно говоря, методом научного тыка вам покажет, что вот здесь при таком условии покупателей столько-то, а при таком условии покупатели столько-то сравнивают и показывают вам наиболее нужный, наиболее правильный вариант. АБ-тестирование. Вы можете выбрать, какой сайт. То есть, к примеру, если у вас есть главный интернет-магазин, вы можете на нем тестировать. Если у вас есть лендинги, вы также можете на каждый из лендингов тоже различные варианты шаблона подставлять. Где-то будет сверху блок «О нас», а потом ниже будет форма заявки. Или где-то наоборот, будет сверху форма заявки, а ниже будет какое-то описание и так далее. Думайте, как правильно разместить этот блок, как правильные цифры в телефоне указать жирными, нежирными, как правильно писать заголовки. Каких-нибудь разделов и так далее. Если есть какие-то сомнения, вы всегда это можете проверить с помощью АБ-тестирования. Указывайте сайт. Для себя наказывайте название этого тестирования, чтобы вы потом зашли и посмотрели, быстренько нашли этот тест и к нему смогли вернуться. Длительность теста. Указывайте, сколько он должен длиться для того, чтобы собрать хорошее количество данных. То есть, к примеру, если у вас в день заходит 5 человек, то, соответственно, нужно побольше. Если у вас в день заходит тысяча человек, то это хорошая выборка, и на ней уже можно будет даже отсматривать какие-то результаты даже за один день. Можно указать до ручной остановки теста, когда вы сами зайдете, потом и отключите. И, собственно говоря, отправляете трафик на этот тест. 100%, 10%, 30% и так далее. То есть, 30% зашедших к вам на сайт, рандомно, скажем так, они будут отправляться на эту страничку, и там вы будете смотреть и сравнивать с таким же количеством зашедших пользователей на обычную страничку. Очень часто еще, когда, допустим, запускают новую версию сайта, которая, к примеру, может сильно отличаться от старой версии, и вы боитесь, что новая версия может отпугнуть клиентов, что она может быть несколько неудобной или непривычной им и так далее. Вы можете, собственно говоря, сделать обкатку на определенной категории. Выбираете там 10%, на эти 10% запускаете оботестирование, смотрите, собираете обратную связь, смотрите какие-то узкие места, какие-то проблемы, которые у вас там возникли, у вас или у ваших клиентов на этом новом шаблоне. Ну и, соответственно, дорабатываете и потом уже запускаете на весь сайт. Ну и, соответственно, тест на шаблон сайта или на какую-нибудь определенную страничку. Шаблон сайта указываете, у вас они должны быть загружены, то есть изначально загружаете шаблон и говорите, что текущий шаблон, а тестовый шаблон выбираете новый. И, собственно говоря, дальше смотрите статистику, которая будет здесь собираться в автоматическом режиме и указываете, ну, собственно, система будет показывать, что вот здесь вот было столько-то заказов или столько-то определенных действий. То есть если, к примеру, веб-форума, то столько-то раз нажали, заполнили эту веб-форуму. Если эта кнопка «Купить», столько-то раз купили, да, конверсия такая-то. Зарегистрировались тоже. Может быть, шаблон формы регистрации на вашем сайте. Вы там сомневаетесь, стоит ли у пользователя спрашивать какие-нибудь там данные обязательные, да, там, о его дате рождения, я не знаю, там, поле, там, еще чего-нибудь. Или вы просто там e-mail и пароль, и достаточно. Вот, смотрите, боитесь, допустим, не снизится ли конверсия, не снизится ли поток посетителей, там, регистрации на вашем сайте, если вы там еще дополнительно какое-нибудь поле начнете спрашивать. Запускаете, смотрите, сравниваете с таким же количеством посетителей, зашедших вам на сайт, но на старый шаблон. Наблюдаете, да, за всеми этими изменениями и принимаете уже соответствующее решение. Ну и, конечно же, да, это все будет потом в дальнейшем в статистике отображаться, когда будет запущен соответствующий. Тест запущен. Здесь видите, ну, кроме меня, к сожалению, туда никто не заходит. Вот, и здесь вы увидите конверсию, показатели, какие, ну, и, собственно говоря, вся эта информация, она даст вам возможность принять единственный правильный выбор. Ну, и, собственно, не спорить, да, что лучше, а что хуже. Это все будет автоматически здесь отображаться. Это АБ-тестирование, новый модуль, он буквально вот в начале лета был добавлен не во все редакции, а в старший редакции, начиная с малого бизнеса, поэтому тоже обращайте внимание, очень интересная штука. Так, давайте немножко сделаю паузу, отвечу на вопросы и пойдем дальше. Так, какая версия используется? У меня версия 15, вообще версия сайта у меня 15.5.5, самая вот вообще свежая, скаченная буквально вчера вечером, и редакция бизнеса у меня. Да, и, кстати говоря, вот кто там обновится, вот этот модуль, он ставится потом отдельно в раздел настройки, зайдите в модуль и там установите этот модуль, потому что, да, то бывает обновят, а там ничего нету, нужно туда зайти. Тестовый шаблон нужно на отдельном домене делать? Нет, 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 вы ничего не нужно делать на отдельном домене, то есть это у вас один сайт, вы просто подставляете на этот сайт другой шаблон, и все. То есть, к примеру, вот у вас так, в синим, да, вы можете перерисовать, к примеру, не синий, а красный цвет. Просто вот красный цвет – это в меню, да, главного шаблона. Создать его, запомнить его как ред, да, и, собственно говоря, там его сохранить. Все. И потом посмотрите, какой красный или синий, что лучше, да, где конверсия больше. Какое максимальное количество адресов в группе рассылки? Ну, там нет ограничений по количеству адресов, но если вы просто будете слать там по миллионам пользователей, то, скорее всего, у вас хостинг забанит. То есть, технически в Bittrex, насколько я знаю, нет никаких ограничений. Есть ограничения просто по нагрузке, естественно, хостинг может что-то там заподозрить, что, не знаю, какой-нибудь спамер, да, там, рассылаете там по миллиону пользователей. Андрей спрашивает, насколько сложно обновлять с версии 12.5? Сложно так ответить на этот вопрос. Если у вас там по минимуму какие-то были изменения сделаны, то несложно. В любом случае, это делается бэкап. Делается, разворачивается этот бэкап на какой-нибудь вашей тестовой машине, допустим, на вашем локальном компьютере. Там вы бэкап разворачиваете и обновляете, смотрите, все ли нормально, ненормально. Если все хорошо, то можете смело обновлять на рабочем сайте. Опять же, не в течение дня, а ночью, в субботу желательно, с разработчиком под рукой. Если есть какие-то проблемы, вы их просто исправляете локально у себя, а потом вот эти все изменения просто переносите на рабочий боевой сайт. Ну, как бы в целом, если проблем никаких нет, то это несложно. Так, спрашивает, раздел маркетинг доступен в каких версиях? Вот в разных версиях он доступен, потому что этот раздел, он содержит в себе множество различных инструментов, которые есть в тех или иных редакциях. Это все можно посмотреть на нашем сайте, там есть сравнительная табличка, в которой, собственно говоря, все-таки и представлено. Вот, потому что, ну там, поисковая утилизация, она есть везде, специализация, по-моему, есть только в магазинах редакции, потому что она связана с магазинами. Там e-mail маркетинг есть в редакциях, начиная с редакции стандарт, если не ошибаюсь, товарный маркетинг – это в редакции малые бизнесы, выше, потому что тоже, опять же-таки, он завязан на предоставлении скидки, которые есть только в интернет-магазине. Автоконтекст есть во всех редакциях, это вообще очень такая интересная, крутая штука. Сейчас все, скажем так, пользуются директом, да, для рекламы своих товаров. Вот, и… Сейчас попробую зарегистрироваться. Функционал вообще замечательный. То есть, опять же-таки, он очень хорошо вложится еще на работу с лендинг-пейджем, когда у вас есть какой-то определенный товар, и вы этот товар активно рекламируете в том же директе. Вы можете непосредственно из карточки этого товара, то есть подключаете здесь, авторизуетесь, да, в Яндексе, то есть регистрируетесь в директе, добавляете… Кстати, по-моему, были здесь какие-то рекламные кампании? Сейчас попробую подгрузить их сюда. Вот, у меня была рекламная кампания, точно месяц назад создавал ее. Вот, у вас есть рекламная кампания в Яндексе. Вот, со своей стратегией, со своей статистикой, причем вы можете прямо непосредственно здесь настраивать эту статистику, настраивать статистику, стратегию, указывать там какие-то ключевые слова, минус-слова и так далее. И дальше заходите в карточку товара и непосредственно из нее, из этой карточки, или на странице лендинг-пейджа, в инфоблоке, когда вы его редактируете, у вас есть блок, называется реклама. Выбираете рекламную кампанию, создаете новую кампанию и, собственно говоря, отправляете объявление, ну, там, на модерацию, соответственно, там, в Директе. Вот, создаете объявление, купи, что у нас там было, ремень, или я уж не помню, что там было. Да, женские ремни, купи, ремень, это будет здесь автоматический адрес сайта, реклама, текст объявления, ремни, кожа, лучшие, бла-бла-бла. Вот у вас объявление, вы видите, каким образом оно будет выглядеть непосредственно в Яндексе, в поисковой выдаче. Вот у вас привязанный объект, то есть, когда человек будет кликать, он будет переходить непосредственно на эту ссылку. Все эти переходы, они будут фиксироваться, вы в дальнейшем сможете это увидеть в статистике. Вы тут же настраиваете гео-таргетинг, на кого, в каких странах это все показывать. Указываете ключевые слова, собственно говоря, по которым будет показано ваше объявление. Причем вы можете посмотреть поисковую статистику непосредственно из админки вашего сайта. То есть вам нужно будет приходить в Яндекс. Весь функционал, который связан с Директом, он в полной мере доступен непосредственно здесь. Вот, видите, по этому слову огромное количество запросов, но среди них вот это ремень ГРМ, который не связан с автомобильной тематикой, замена ремня. То есть вы можете тут же выбрать, что не нужно по этому слову искать. А нужен ремень кожаный или пояс женский какой-нибудь и так далее. Ну, то есть, опять же, можете, а, ну вот, кожаный ремень, можете выбрать какие-то определенные, не успел, определенные слова ключевые, по которым, собственно говоря, будет показано ваше объявление. Вот, можно получить прогноз бюджета. Ну и что самое важное, то, что если, к примеру, у вас товар сейчас не в наличии, ну, что я имею в виду, опять же, если речь про интернет-магазин, допустим, вот вы продаете какой-то товар, вы там можете на 100 товаров дать директе объявление, да, прямо непосредственно с карточки товара. В этот товар у вас все закончилось, вы перестали продавать, или у вас его в данный момент нет в наличии, можно настроить автоматическую, должны это, по-моему, были уже выпустить. Если не ошибаюсь, можно настроить автоматическое отключение директа, то есть, чтобы вы не полили деньги впустую, да, то там люди как бы будут заходить, кликать, а товара нет в наличии. Зачем это нужно? Кроме негатива, вы, собственно говоря, ничего не получите. Вот. Это все очень здорово, и главное, что это работает прямо из админки. Полная интеграция с директом на вашем сайте. Настроили. Запустили. Ну, соответственно, идет модерация, конечно же, этого слова. После того, как все успешно промодерировано, вы запускаете рекламу. Обратите внимание, мы не являемся рекламным агентом, мы не берем никакую комиссию между вами и Яндекс.Директом, это просто сквозная авторизация с Яндексом. собственно говоря, деньги вы платите только им, Битрикс не принимает никаких денег за директ, денежку, кошелек вы пополняете на сайте директа, здесь вы просто им удобно управляете непосредственно из карточки вашего товара. С Google AdWords можно работать через Битрикс? Вот, к сожалению, пока с Google AdWords нет, но в ближайшее время разработчики планировали добавить и Google, пока только с Директом. на самом деле здесь еще помимо обычного Директа есть еще интеграция с маркетом, но, например, в таком же формате, в таком же, тоже достаточно такая сквозная интеграция, вы можете выгружать на сайт Яндекс.Маркета, если у вас интернет-магазин, несколько товаров есть, вы можете выгружать туда, собственно говоря, ваш товар. Я посмотрю, за последнее время на маркете сейчас продается практически все, что угодно, если раньше это в основном на электронике, специализировались несколько лет назад, то сейчас помимо там одежды, это и софт, и там, не знаю, просто, в принципе, все, что можно купить в интернете, сейчас можно найти на маркете, поэтому многие туда тоже идут и используют маркет как площадку для рекламы своих товаров. Там все это тоже не бесплатно, тоже есть определенные требования, есть определенная оплата за размещение и так далее. И не так давно у них, больше года наверное, как добавилась возможность разместить туда товар и чтобы непосредственно на сайте маркета клиент его и купил. Мы эту интеграцию поддержали и вы можете, если вы продаете товар через Битрикс и выгружаете его на Яндекс.Маркет, вы можете также настроить, чтобы он на этом Яндекс.Маркете и покупался, то есть клиенту не обязательно будет переходить на ваш сайт. В Яндекс.Маркете появится отдельная кнопка купить напротив вашего товара и вашего интернет-магазина, то есть вашего предложения. Клиент сможет оплатить, заказать и вам придет в заказы соответствующий новый заказ создастся с пометкой, что из Яндекс.Маркета и вы видите, что там деньги примете, выставите счет или на Яндексе деньги придут и вы собственно говоря отправите этот заказ уже клиенту. В этом случае вам даже в принципе своего сайта не нужно будет держать только для управления, для интеграции. Здесь есть настройки, таким образом оплачивают через Яндекс, что вы там можете предложить, оплату на прямой магазин и так далее. Естественно, Яндекс конечно же берет определенную комиссию, порядка 5% так сходу не вспомню за каждую вот такую вот продажу. То есть, если они через себя что-то продали, то вам они возвращают за вычетом вот этой вот ну, грубо говоря, 5% комиссии. Ну и когда вот эти все инструменты вы настраиваете, активно ведете работу с вашим интернет-магазином, с вашими клиентами, пользователями, есть еще замечательные инструменты, как пульс конверсии и бизнес-модель интернет-магазина. Пульс конверсии показывает, какое количество заказов, какое количество посетителей зашло, какое количество посетителей купило ваш товар. То есть, вы опять же сможете смотреть вот сколько вы денег потратили на привлечение их посетителей и какой выхлоп от этого был. И помимо этого вы видите статистику по устройствам. Что у нас здесь? По оплаченным заказам, оформленный заказ, добавленный в корзину. Тоже также можно смотреть различную статистику. Вот. Соответственно, равно по планшетам, сколько было заказов, сделанных пользователями через смартфоны, через десктопы или прочее. Ну, у меня вот эта прочая просто здесь сумма она из демоверсии, то есть система не определила, потому что я просто в демке поставил и тут уже сразу было три заказа. Вот. А так вы видите, опять же таки, ориентируйтесь, где люди, сейчас планшеты практически у всех есть, да, вы видите, например, что у вас на планшетах огромное количество заказов, значит, нужно адаптировать ваш сайт лучше под планшеты смотреть, то есть, да, в первую очередь смотреть на какие-то изменения, там, доработки, связанные с дизайном, связанные, там, с юзабилити, в первую очередь смотреть на планшете, потому что, к примеру, у вас там конверсия на планшеты гораздо выше, чем на там десктопах, смартфонах и так далее. Вот, потому что как бы людям удобнее, люди вот здесь вот покупают, для планшета все хорошо, поэтому вот стараться не испортить этой ситуации. Если вы видите, к примеру, что смартфонов людей зашло немерено, но никто ничего не купил, скорее всего, какая-то проблема там есть. Скорее всего, проблема именно в заказе, может быть, что-то неудобное, где-то слишком сильно пережимается, сжимается, клиент там не видит, не удается ему кнопкой попасть, пальцем попасть в кнопку какую-то и так далее. Опять же таки, идем и делаем соответствующие выводы и дальнейшие изменения на вашем сайте. Ну и еще есть бизнес-модель интернет-магазина, который показывает вам, ну, во-первых, рекламный бюджет, если у вас подключен тот же директ, вы увидите, сколько вы потратили денег и сколько вы заработали в интернет-магазине, то система автоматически это вам рассчитает, допустим, по итогам месяца. Сайтов у вас также может быть несколько, вы можете выбрать по каждому из них деленные показатели. Вот, и также вы можете самостоятельно прогнозировать. Ну, то есть, грубо говоря, у вас есть там какой-то определенный уже показатель, что вот столько-то потратили, да, столько-то вот чистыми получили. Вы эти цифры видите, и вы, к примеру, можете здесь также потестировать, что вот, то есть, к примеру, что было бы, если у меня был бы там рекламный бюджет на такую-то сумму, какая у меня была бы окупаемость, сколько там я бы заработал, какая была бы конверсия и так далее. Вот, и вы все это как бы здесь вот рассчитываете, смотрите, и можете прогнозировать вливание там дальнейших финансов в рекламные компании на сторонних площадках. Это все здесь смотрите. Такая математическая модель. У нас на сайте подробно расписано, как, что и с чего считается. Можно будет, собственно говоря, про это почитать, посмотреть, ну и, конечно же, посмотреть, потестировать уже непосредственно себе. так, Владимир спрашивает, могу ли я ввести свой аккаунт Яндекс, если у меня уже идут скидки на контекстную рекламу, будет скидка учитываться? Владимир, ну вы просто по сути перезагружаете в Битрикс все существующие ваши рекламные компании. Как я показал, я просто нажал там загрузить из Яндекса, то есть я не создавал новые. Поэтому, соответственно, вы не платите здесь, вы платите только в Яндексе. и все цены, скидки, они у вас, конечно же, сохранятся. Михаил спрашивает, зачем нужно Директ делать через Битрикс? Зачем? Ну, потому что это удобно, это гораздо удобнее. Опять же, вы делаете непосредственно из карточки, и вы настраиваете, что Директ, рекламное объявление, оно привязано непосредственно к карточке, вы видите, к какой карточке, и вы в дальнейшем, в том числе, вот в этих же разделах, связанных с рентабельностью, вы увидите вот эту всю взаимосвязь. Можете делать отдельно, в разных инструментах, но потом, как бы, сводить все это в едино и рассчитывать эффективность, вы будете уже самостоятельно. Тут система все за вас делает. Ну, тут, как бы, кому что удобнее, конечно, кто-то любит старинки в Excel, не буду вас переубеждать. Как Яндекс.Маркет увидит, купил ли товар покупатель или просто перешел по ссылке? Они берут комиссию от, когда, ну, комиссию, про которую я говорил, они берут только тогда, когда покупатель покупает у них товар, соответственно. Ну, здесь, нажимают на кнопочку «Купить», и оплачивают в Яндекс, там, Яндекс.Деньгами, или там, карты, или еще как-то. Вот, и они потом просто вам, когда они деньги получают, они просто вам в заказ, по сути, отправляют информацию о том, что статус изменился на «Оплачен». И, соответственно, у вас уже бизнес-процесс идет следующий, вы должны доставить этот товар вашему клиенту. Вот. Коллеги, я, наверное, по функционалу на этом остановлюсь. Вот, поэтому я, в принципе, не стал углубляться в интернет-магазины, там, в создание, вообще там, страничек и так далее. У нас, на самом деле, параллельно обычно идут еще отдельные тематики, связанные с, как раз, с созданием сайтов, интернет-магазинов, разбитые там, по интеграции с 1С и прочим, прочим. Вот, сегодня же хотелось рассказать именно больше про конверсию, про рентабельность, про различные инструменты по привлечению клиентов, да, к вам. Вот, надеюсь, было полезно. Вот, сейчас у меня буквально несколько слайдов, связанных с, вот такой баннер, кстати говоря, скоро появится в типовом интернет-магазине, его с последним обновлением не успели добавить. Вот, я еще расскажу буквально про, наверное, цены и как купить вообще там про партнеров, да, как это вообще все, в принципе, приобретается и так далее. Вот, да, пока здесь захватил еще вот слайдик с обетестированием, если немножко увеличить экран, то увидите, что вот, когда у вас будет идти вот, в режим реального времени обетестирования, вы просто будете видеть вот такие вот графики, допустим, если у вас два шаблона, вот идут две полосы, там желтая, такая оранжевая и синяя, и, собственно говоря, это как раз они идут по значениям конверсии, и видно, что там желтая, желтая конверсия выше, соответственно, данный вариант будет для вас предпочтительным. Ну и в дальнейшем тоже такие вот графики, цифры, проценты, они все вам расскажут и покажут. Триггеры, вот такая вот статистика будет также у вас по триггерным e-mail рассылкам. Вот, сколько отправлено было, прочитали, перешли по ссылкам и отписались. Ну, соответственно, вы тоже сможете посмотреть по каждой из рассылок вот эту эффективность и сделать, соответственно, еще вывод. Ну, как видите, все достаточно наглядно показано, удобно, и можно прямо вот сходу посмотреть и сделать вывод, что половина процентов прочитали, да, там большая часть, 18% достаточно хорошие показатели, перешли по ссылкам, ну, отписались, нужно с этими 6% тоже каким-то образом работать, проверять. Маркет, контекстная реклама, это все, что я вам сегодня как раз и показывал. Вот, и есть у нас еще Marketplace, это каталог решений, каталог готовых сайтов, в котором, в том числе, там, огромное количество лендинг-пейджей, которые вы можете купить, там, есть бесплатные, есть платные, и установить на свой сайт на Bitrix. Ну, и плюс там есть еще огромное количество модулей, там, здесь написано 1800, на самом деле, там уже более 2300 различных модулей для платформы. Ну, такой App Store для Bitrix. Тоже заходите, смотрите, много чего интересного там есть. Вот, ну, и самое главное, это цены. У нас есть несколько редакций, в каждой из них заточены определенные задачи. Есть там редакция первой, сайт Start, ну, такие малофункциональные, скажем так, редакции, рассчитанные на буквально-таки небольшие сайты, информационные, компании. Вот, там нету ни веб-форум, ни email-маркетинга, ничего такого подобного. Все это есть в более старших редакциях. Если речь идет про интернет-магазин, то обращайте внимание на редакции со словом бизнес. Это малый бизнес и бизнес. В них есть весь необходимый функционал, в том числе, скидки и так далее. Ну, и, конечно же, более подробно во всех различиях можно почитать, даже лучше почитать на нашем сайте. Там есть прям большая такая табличка, сравнение, чем каждая редакция друг от друга отличается. И в любой момент вы можете перейти с более младшей редакции на старшую. То есть, редакция, допустим, старт, вы можете перейти на редакцию бизнес, просто доплатив разницу в стоимости. Вам все вот эти обновления, все недостающие модули, весь недостающий функционал просто к вам автоматически установится, вам нужно будет просто его настроить. Вот. Соответственно, это лицензия, продаем, скажем так, права, используется это бессрочно, то есть, не такое, что купили и через год нужно заново еще покупать, потому что иначе перестанет работать сайт. Нет. Покупаете любую редакцию, и она действует бессрочно, то есть, сайт ваш будет работать до тех пор, пока вы, собственно говоря, будете им заниматься. В течение первого года техническая поддержка на приоритетном уровне и все обновления, которые за этот год будут выходить, вы будете останавливать абсолютно бесплатно. В дальнейшем, через год, доступ к обновлениям отключается, но ваш сайт не перестает работать. Можете купить еще на один год установку новых обновлений всего за 22% от стоимости редакции, если купить в течение первого месяца, вот как закончился срок. Купить можно на нашем сайте, но рекомендуем покупать через наших партнеров, которые, собственно говоря, вам также произведут непосредственную установку, настройку, первичную отладку вашего сайта. У нас более 12 тысяч компаний, наших партнеров по России, странам СНГ. На нашем сайте есть подробная описание этой партнерской сети всех партнеров, как выбрать, кто чем занимается, какие примеры есть работы, кто какие-то сайты делал и так далее. Вот здесь я рекомендую тоже зайти, почитать, посмотреть. так, вот были вопросы по поводу АБ-тестирования, в каких он редакциях. АБ-тестирование в редакциях начинается эксперт, ну, эксперт, малый бизнес и бизнес. Олег, у Олега, по-моему, проблема возникла с установкой. Олег, зайдите, пожалуйста, в раздел настройки и модуля. Настройки, настройки продукта, модули. И вот здесь будет, а, вот он, АБ-тестирование. У вас здесь будет зеленая кнопочка «Установить». Просто нажмите ее, и, собственно говоря, модуль появится у вас в разделе «Маркетинг». Вот такая вот примерно кнопочка будет. Вот, в малом бизнесе это должно быть. Вот, техническая поддержка у нас есть, есть на сайте, она у нас через специальную форму пишете, в течение там, трех-четырех рабочих часов вам отвечают, решают вашу проблему. Ну и, как я в самом начале говорил, можно все, что я сегодня рассказывал, показывал, абсолютно бесплатно протестировать, скачав себе на компьютер, на хостинг, на ноутбук, демо-версию, установить ее, неважно, какая у вас операционная система, Mac, Linux, Windows, есть различные варианты установки, и, собственно говоря, ставите, тестируйте, проверяйте, можете даже начинать наполнять ваш сайт, запускать его. Через 30 дней просто система просит ввести у вас ключик, если вас все устраивает, вы идете, покупаете этот ключик и активируете его на своем сайте и дальше продолжаете работать. Ничего переустанавливать не нужно. Очень удобно. Вот. Это о платформе, несколько тезисов, и готов ответить на ваши вопросы, и потом переключить уже на коллег, которые расскажут более подробно про лендинг-пейдж. Так, Василий спрашивает, если есть сайт на Битриксе, нужно ли покупать еще лицензию на Битриксе, чтобы сделать лендинг на поддомене? Смотрите, в каждой лицензии Битрикса можно создать два сайта. Ну, минимум два сайта, то есть это в стандартном лицензии уходит. То есть если вы хотите создать еще один лендинг, то это абсолютно без проблем, вы просто используете вот этот второй домен. Второй там домен или поддомен, неважно. Второй сайт. Если вы хотите там несколько подсайтов создавать, нужно просто будет докупить еще дополнительные лицензию на допсайты. Она там стоит процентов 15-20 от стоимости вашей редакции. Чем больше этих допсайтов покупаете, тем они будут у вас стоить дешевле. Посмотрите, на нашем сайте называется допсайт позиции. Сколько они стоят. Так. может вопрос не относится к данной теме, но хочется понять, как можно интернет-магазин на Битриксе адаптировать с партнерской программой Алиэкспресс. Можно оптимизировать процесс обновления товаров и цен. с нами eBay интегрируется, а вот про Алиэкспресс я, к сожалению, не смогу вам сказать. то есть штатно у нас такой вот выгрузки и подгрузки с ними нет. Технически это все реализуемо. С нашей стороны как минимум у нас есть API, все как бы в исходниках, и вы можете это доработать или заказать доработку. Но так по умолчанию с коробки интеграции с Алиэкспресс у нас нет на сегодняшний момент. Так, у Сергея вопрос по поводу подбора паролей и то, что они разняются там с метрикой. Сергей, напишите вопрос ваш вопрос с описанием, с конкретикой в нашу техническую поддержку. Интересный вопрос, просто я, к сожалению, сходу не смогу на него ответить. Наши технические специалисты подсмотрят и подскажут. Там есть защита, есть даже баны, вот если автоматически в самой системе при определенных условиях. Я думаю, вам мои коллеги подскажут, что у вас эти кто-то при таких вопросах проблем не было. Наиль, я не очень понял ваш вопрос по поводу создания сайта по шаблонам. Что имеется в виду? Вот то, что шаблон, который я вам сегодня показывал, на... Сейчас, секундочку. Вот этот вот шаблон, это шаблон, доступный в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес», и также вы можете его скачать «Малый бизнес». Куда он делся? А, господи, не вижу ничего. Можно его установить через Marketplace, абсолютно бесплатно, если у вас там какая-нибудь другая редакция, у вас этот функционал, соответственно, не будет работать интернет-магазинов. Например, если вам нужен этот шаблон, но у вас, допустим, редакция «Старт» или «Стандарт», и вас, в принципе, не интересует интернет-магазин, этот шаблон можно установить абсолютно бесплатно вот здесь, он ставится на любую редакцию и будет доступен вам соответственно в том же виде, в котором я вам показывал. Так. Так. У Татьяны Цветковой вопрос по поводу партнера. Я, к сожалению, к теме не относится, и я вам так сходу не отвечу. Вообще, обращайте нашу техническую поддержку. У нас прямо есть даже для таких вот вопросов отдельный тип обращений, мы их все рассматриваем и принимаем соответствующие меры. Обязательно пишите туда на нашем сайте «Истрателл. Поддержка». Олег спрашивает, «А справа соцсети только в редакции бизнес?» Да нет, соцсети это вообще просто обычный компонент для там Твиттера, Фейсбука, вот это, вот это имейте ввиду. Это просто в шаблоне он завязан, никакой редакции в принципе не привязан, и на самом деле здесь, в каталоге решений в маркетплейсе, в разделе «Интеграция» социальной сети вот таких вот виджетов, как грязи, в любом случае этого слова, они в большинстве числа практически все видите абсолютно бесплатные, вы можете настроить какое угодно в зависимости от вашего шаблона и поставить его на любую нужную вам редакцию без каких-либо проблем, поэтому заходите. На самом деле в маркетплейсе очень много всего интересного, для вашего сайта можно будет найти в том числе огромное количество шаблонов, те же готовые сайты лендинг-пейджи, порядка 120, их тут платные, бесплатные, вот, но еще, я думаю, Евгений подробнее об этом расскажет. Так, ну, время уже подходит к тому, чтобы передавать бразды правления сегодняшним вебинаром моим коллегам из компании «Бурбон». Евгений, как слышно меня? Вам пора включать микрофон. Евгений? Я вас слышу хорошо, вы меня слышите? Да, отлично. Я тогда сейчас секундочку делаю вот такую вот штуку. принимайте. Все отлично видно. Добрый день, коллеги. Меня зовут Евгений Молев, я представляю компанию «Бурбон.ру». Спасибо компании 1С Битрикс и Деницу Донченко за представление и за приглашение участвовать в вебинаре. Когда мы проводим семинары, обычно вот в этой паузе наливают кофе и кушают бутерброды, то есть как бы такое время обеденное. Пока мы начинаем, в принципе, я думаю, что все могут успеть налить себе кофе. Сейчас давайте поговорим конкретно о лендинг-пэйдж. Денис рассказал подробнейшим образом о том, какие есть преимущества в новой версии 1С Битрикс и вот соответственно теперь о лендингах. Для чего вообще нужен лендинг? От чего у нас сейчас настолько популярно это слово сочетание лендинг-пэйдж? Еще буквально несколько лет назад никто понятия не имел, что это такое. Но сейчас уже многие компании и проводят обучение бизнес-молодость у всех на слуху, и проводят обучение и разрабатывают страницы такие, и все в общем-то в курсе, что это такое, но тем не менее не всегда задумываются насколько вообще необходим лендинг. Для чего нужен лендинг? Ну, прежде всего это какие-то исследовательские функции, но то есть нужно провести исследование какой-то новой ниши рынка. нужно вывести на рынок новый продукт или услугу. Нужно быстро собрать людей на какое-то публичное мероприятие, это семинар какой-то может быть, это конференция, да все что угодно. Это продажа товара локомотива с основного сайта. Собственно, вот до сих пор шел разговор, наверное, о последнем варианте, когда есть основной сайт на один из битрикс, и мы с этого сайта делаем какой-то баннер, какую-то ссылочку, переход на отдельно взятый товар, о котором рассказываем подробно. Соответственно, требования какие из этого вытекают по отношению к лендинг-пейдж, то есть это страница, которая должна создаваться быстро, это нужно сделать очень быстро, потому что иначе просто актуальность может потеряться. Если, допустим, это сбор людей на мероприятии, мы можем за неделю узнать, что нам нужно собрать людей и сделать какой-то серьезный проект, большой сайт, обычно это занимает несколько месяцев, просто нереально сделать это быстро. В данном случае нужно сделать быстро. Нужно иметь возможность быстро поменять какую-то информацию, поменять способ подачи этой информации на лендинге. Нужно сделать так, чтобы ничто не отвлекало пользователя сайта от информации о конкретном продукте. Сейчас уже тенденции такие, что даже, например, корзина оформляется на интернет-магазине таким образом, что больше ничего не было. Это просто в идеале белый лист бумаги, на котором есть табличка с товарами, которые выбраны, и кнопка «Оформить заказ». Вот в принципе лендинг направлены именно на такие функции. Но если задуматься, то в какой ситуации вообще есть смысл делать лендинг и думать о лендинге. Лендинг нужен для того, чтобы повысить конверсию, понятное дело. Но конверсия в итоге складывается из нескольких составляющих. Составляющая онлайн-продажи, она далеко может быть не самая главная. Все начинается с изучения рынка, составление уникального торгового предложения. То есть, если вы выходите на рынок с неконкурентным продуктом, с товаром или услугой, то какой бы у вас классный лендинг ни был, наверное, никто покупать ничего не будет. Далее нужно привлечь трафик на онлайн-ресурс. То смысл, опять же, в нем никакого. Конверсию из 10 посетителей в месяц считать совершенно бессмысленно. И только потом есть смысл оптимизировать онлайн-ресурс, делать какой-то лендинг-пейдж и так далее. А потом, после того, как пользователи пришли на сайт, нужно обработать входящие. Если у вас менеджеры уставшие, они не успели пообедать или они сидят допоздна, или у них низкая зарплата, то, скорее всего, обработка входящих писем или звонков будет не очень качественной. То есть вы можете привлечь миллион посетителей на свой сайт, у вас может быть отличный сайт, на нем будут звонки, на нем будут заявки, но вы будете терять 80% ваших входящих. Опять же, смысл, какой делать лендинг-пэйдж, никакого. Ну и последнее, это ремаркетинг, это система управления взаимоотношениями с клиентами, естественно, что прежде всего это Btrick24, которую мы и сами пользуемся, и всем рекламируем, и советуем. То есть необходимо не просто обработать входящие, но и сделать вот этот входящий клиентам постоянным, то есть сообщать о новинках, поздравлять с днем рождения и так далее. Только в этом случае есть смысл, когда полностью охвачены все эти пункты, есть смысл всерьез посвящать время разработки высококонверсионного сайта. Если у вас нет трафика или не обрабатываются входящие, он вам просто не нужен. То есть нужно охватить полностью все ключевые показатели эффективности, которые существуют не только даже в вашем сайте, но и вообще в вашем бизнесе в целом. Вот если начать с самого начала, вернее почти с начала, то есть целевой трафик, как привлечь трафик. Для начала наверное есть смысл изучить вообще спрос, есть замечательный сервис, бесплатный Яндекс Воркстат, который позволяет хотя бы оценить быстро и бесплатно насколько ваш продукт вообще вас требует, ищут его через интернет или нет. То есть рекламу размещать по продукту, который не ищут достаточно сложно, может быть это вовсе не контекстная реклама, как часто принято делать в совокупности с landing page, а например медийка, это совершенно другие ресурсы, другие цены и так далее. То есть если у вас есть продукт, ну изучите сначала востребован ли он на рынке, насколько часто его ищут хотя бы через Яндекс. Далее контекстная рекламная компания. Очень часто мы видим картину, то есть это не просто часто, а катастрофически часто, когда есть страница Яндекс, в результатах поиска мы можем найти сверху контекстную рекламу, объявление с контекстной рекламой. Но, например, вот последнее на страничке объявление, оно более релевантно и скорее всего перейдет по этой ссылке, а вовсе не по платной рекламе. То есть ваше объявление может быть совершенно не релевантно тому запросу, по которому оно показывается. В результате у вас снижается CTR, цены за клик увеличиваются, ну, то есть ничего хорошего на самом деле. Не говоря уже о том, что на ваш сайт просто никто не перейдет. Далее CTR. Есть смысл очень серьезно проработать рекламную компанию, как это делают наши специалисты, чтобы CTR был не ниже хотя бы 10. Если у вас CTR по контекстной рекламе порядка 1-2%, то есть смысл потратить время на настройку рекламной кампании, а вовсе не на лендинг пейдж. Скорость загрузки сайта. Очень часто занимаемся разработкой сайтов уже больше 10 лет, и вопрос по поводу хостинга один из наиболее частых. Очень часто спрашивают, зачем нам платить деньги за хостинга с бесплатной сервера. Вот за этим, чтобы ваш сайт открывался как можно быстрее, чтобы он был доступен практически всегда. То есть, если ваш сайт открывается несколько десятков секунд, то смысла никакого его оптимизировать и продвигать нет, и лендинг конечно не поможет. Далее, дизайн, контент, юзабилити. Не случайно сразу в совокупности все три слова используют, потому что существует ну так как бы три единства такое. Дело в том, что дизайн это одновременно юзабилити и он по большей части состоит из контента. В данном случае картинка показывает, что буквально изменение цвета кнопки может привести к значительному увеличению конверсии. Не говоря уже о том, что дизайн, в котором нет контента, просто зачастую превращается в пустой лист. То есть контент это все. Контент нужно разрабатывать до того, как вы занимаетесь дизайном, до того, как вы оптимизируете сайт, делаете лендинг пейдж. Прежде всего нужно написать контент. Далее существует тенденция, и эта тенденция очень важна, потому что поисковые системы сейчас выдвинули строгое требование по необходимости иметь адекватное представление сайта для мобильных версий устройств. То есть нужно, чтобы ваш сайт был мобильным, адаптивным, иначе он не только будет иметь низкую конверсию, но и будет пессимизироваться поисковыми системами. Далее ну вот система управления контентом, это тоже важный момент, Денис рассказал очень подробно и даже показал картинку, я помню, по поводу того, что Bitrix предоставляет уже готовые шаблоны, которые можно использовать только на наполнении своим контентом. Кроме этого Bitrix позволяет использовать инструменты, которые замечательно влияют на увеличение конверсии сайта. Я быстренько пробегусь, то есть это непосредственно мониторинг, нужно естественно установить и Яндекс.Метрику, но и внутри сайта у вас уже будет своя статистика. Аблотестирование, любой лендинг бессмысленно делать, рассчитывая, что он у вас сразу будет обладать высокой конверсией. Для начала потребуется сделать один вариант, другой вариант изучить, чем они отличаются. 1SBitrix сделала все, чтобы это можно было сделать быстро и безболезненно. То есть можно достаточно быстро прямо инструментами, которые есть в системе проводить оботестирование, причем сравнивать достаточно много различных страниц. Триггерные рассылки также увеличивают конверсию. Персонализация позволяет обратиться к конкретному пользователю и дать именно то, что он хочет. Сжатие JavaScript и перенос вниз страниц, уменьшение изображения, оптимизация, это все значительно ускоряет открытие страниц на компьютере пользователя. То есть в принципе это тоже увеличивает конверсию. И седьмой патрон это на самом деле лендинг пейдж. То есть вот мы 7 инструментов, которые есть в Bittrex рассматриваем. Седьмой патрон это Marketplace. Здесь огромное количество решений, которые позволяют не только сделать сайт какой-то, но и повысить конверсию сайта. Ну соответственно модули в Marketplace, которые позволяют делать лендинг пейдж тоже есть, они чуть позднее. Теперь что такое лендинг пейдж все-таки? С технической точки зрения это страница, которая состоит из таких же элементов, как обычно страница сайта. То есть в принципе любая страница, на которую приходит посетитель сайта, является приземляющей страницей. С точки зрения бизнеса эта страница должна подталкивать посетителя совершить определенное действие покупку, подписаться на какую-то рассылку, то есть оставить свою контактную информацию или вообще позвонить сразу. Но важно, чтобы посетитель никуда не ушел, не совершив целевого действия. С точки зрения пользователя этого сайта, страница, на которую он перешел по ссылке с другого сайта, например, с контекстной рекламы. То есть в принципе для него это точно такая же страница. в каком случае есть смысл использовать лендинг пейдж опять же. Вообще есть вот такая лестница узнавания. Если у человека нет каких-то проблем, он не сможет ничего купить у вас, потому что он просто не заинтересован в этом, он не будет вас слушать. Люди, которые холодными звонками занимаются, они прекрасно это понимают. То есть человек, которому ничего не нужно, он не готов вас слушать вообще. Если у человека есть какая-то проблема, или он уже слышал о том, что есть решение этой проблемы, то тут есть смысл ему предложить лендинг пейдж, на котором будет описано именно конкретно ваше решение, его преимущество. И в таком случае лендинг пейдж принимает структуру продающего письма. То есть начинается все с какого-то яркого заголовка, с названия, с изображения, которое заставляет глаз зацепиться за эту страницу, не уйти с сайта сразу. Далее нужно пояснить вообще, о чем идет речь, чтобы человек, если какие-то возникли сомнения, смог понять точно. Нужно увлечь человека вовлечение, очень важный момент. Нужны отзывы и рекомендации потребителей, то есть если вы уже продавали этот продукт или оказывали эту услугу, всегда работают замечательные отзывы, причем если они реальные, настоящие, то это еще лучше работает. Полезные свойства продукта нужно перечислить, нужно ответить на частые вопросы, потому что очень часто это и продвижение определенное, то есть люди ищут в интернете по этим запросам, это и персонализация, то есть человек как бы себя узнает и сразу получает ответ, как будто вы с ним вживую общаетесь. нужны понятные простые инструкции для получения, то есть чтобы человек понимал, что он не просто какой-то продукт покупает, а удовлетворяет свой спрос, получает какую-то выгоду от этого, то есть он на самом деле не покупает продукт, он получает то, что ему хочется, он получает эмоции. Далее какие-то бонусы и гарантии для того, чтобы увеличить скорость принятия решения. Нужно иногда на лендингах делают какие-то счетчики, которые позволяют ускорить принятие решения, когда вы смотрите, бежит счетчик, осталось 3 минуты до того, как у вас перестанет скидка на товар существовать, и соответственно вы скорее начинаете звонить или писать. Но на мой взгляд это уже не так актуально, скорее вызывает отрицательные эмоции. Это, наверное, если сравнивать с чем-то наподобие баннеров, на флэш, если 10 лет назад все старались делать баннеры как можно более ярче, которые мигают, как-то перемигиваются и привлекают внимание, и это работало замечательно, то постепенно глаз стал замыливаться, эффект стал обратный получаться, то есть человек когда видит, что что-то мигает, он наоборот отворачивается от этого места экрана и уходит глазами в другое место. Потом стали придумывать различные ухищрения, например, делать кнопку с курсором и как бы нажимаешь на эту кнопку. Ну, это уже другая история, то есть со счетчиком примерно так же на мой взгляд получается, когда человек видит счетчик, вместо того, чтобы стремиться скорее нажать на кнопку, он может быть уходит далее полная контактная информация и какие-то вопросы, которые можно ответить. Один из основных элементов на лендинг пейдж, то, что фактически отличает лендинг от других страниц сайта, это наличие и даже, пожалуй, обилие call-to-action элементов, ну, то есть это какие-то кнопки, которые позволяют совершить целевое действие на сайте. иногда это может быть просто номер телефона и вовсе не обязательно, чтобы там была кнопка, но чаще всего с лендинг пейджа, это же несколько экранов, чаще всего это одностраничник, на котором много информации и желательно на каждом экране иметь какой-то активный элемент, чтобы человек сразу мог позвонить, мог прочитать отзывы, например, и задать какой-то вопрос на сайте, и чтобы он под конец дошел до контактной информации и мог, например, заполнить форму заявки. То есть call-to-action элемент это обязательное условие. Теперь немножко о ценах, вот такая картинка дизайнерская, которую все уже, наверное, видели в различных интерпретациях, по поводу цен. Сколько стоит лендинг? Вопрос достаточно интересный, точно так же, как сколько стоит сайт. Мы не не ни 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 Продолжение следует... 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 Модуль, который вам позволит именно для вашего бизнеса получить решение. Почему это целесообразнее? Потому что, например, если у вас туристический бизнес и вы делаете сайт туристического агентства, то вам наверняка потребуются картинки соответствующие. То есть это будут совершенно определенные изображения. И вам нужно будет их искать. Вам нужно будет флажки, например, искать. В модуле, который непосредственно разработан для туристического бизнеса, скорее всего, контент во многом уже готов, и вы сэкономите кучу времени на том, чтобы контент искать. То есть, естественно, ваши фотографии, ваше изображение потребуются, но в меньшей степени. Или вот тоже один из вариантов из Marketplace для фитнес-центра. Здесь мы видим картинку тематическую и иконки, которые тоже соответствуют спортивной тематике. То есть, если вы будете делать, например, такой цветочный магазин, вам тоже проще будет найти лендинг по цветочному бизнесу. Однако, естественно, что, во-первых, не на любой бизнес можно найти лендинг-пейдж, можно найти модуль готовый. Во-первых. А во-вторых, не всегда может быть задача настолько узкая. То есть, если вы какой-то новый продукт выпускаете на рынок, то есть смысл делать на универсальном лендинг-пейдж модуле. Один из таких универсальных модулей – это наша разработка. И здесь я, наверное, передам слово нашему техническому гению Екатерине Мосягиной, которая расскажет о том, как мы разрабатывали лендинг-пейдж, модуль для лендинг-пейдж под 1С-битрикс, который универсален и позволяет делать совершенно любые решения за считанные минуты. Отключаюсь. Всем добрый день. Меня зовут Екатерина. Я занимаюсь разработкой сайтов в компании «Бурбом». И достаточно частая задача в моей практике – это быстро сделать лендинг. Одну минуточку. Денис, если можно, переключите, пожалуйста, монитор Евгения, а мне микрофон. Можно так? Да-да-да. А, монитор чей? Евгения оставляем? У нас презентация. Монитор Евгения оставляем, а микрофон мой. Только плохо слышно очень, очень сильно фонит. Евгению нужно отключить микрофон. Слышно меня сейчас лучше? Ну, нет. Давай делаем трансляцию с Евгения. Да, давайте с Евгением. Алло, меня слышно? Да, так, отлично. Итак, очень часто задача в моей практике – это очень быстро сделать лендинг. Например, с утра у вас появляется идея в компании – срочно запустить одно из направлений, и необходимо сделать это быстро. Конечно, без подготовки этого не получится. Мы заранее должны подготовить домен. Мы заранее должны знать, на какой хостинг мы разворачиваемся. Заранее у нас должен быть ключ на CMS Bittrex. Ну, это можно сделать и на редакции «Первый сайт», например. То есть это минимальная стоимость лицензии. И мы должны купить, либо подобрать уже бесплатный лендинг. Ну, вот здесь указано, что это модуль или шаблон. Также нам потребуется обязательно заранее подготовить 3-4 хороших соображения для слайдера. Описание фото товара, если мы товар продаем, либо описание для услуги. Также желательно выделить преимущества этого товара, УТП, подготовить заранее отзывы потребителей об этом товаре, и четко прописать адреса телефона, по которым мы будем отвечать на обращение пользователей. Наш лендинг уже где-то более года устанавливается пользователями, продается, и мы можем вам показать вот такие примеры. Например, DJ Shurik буквально за очень короткое время сделал себе лендинг. Также есть пример очень красочный с самогонным аппаратом. Также этот лендинг наш иногда использует для продажи каких-то товаров в мелкие интернет-магазины. Ну и вот, например, лендинг по самогону варенью был куплен у нас одной из компаний. И здесь, если посмотреть на сайт «Империя садовода», это общий сайт, и самогонный аппарат рекламируется с помощью баннера слева, вы его можете видеть. При клике на этот баннер пользователь переходит на посадочную страницу. Ну и здесь уже как бы рассказали. Хотелось бы ответить на многие вопросы про лендинг. Если говорить о нашем модуле, то он может быть установлен на домен, под домен, как второй сайт системы, либо как первый сайт, если вы лицензию специально под лендинг покупаете, либо может быть установлен в папку сайта. То есть это будет посадочная страница внутри сайта. Возможности разные, и на самом деле надо обсуждать в зависимости от лицензии, какая у вас на битрикс куплена, и ваших потребностей. Если у вас много-много-много всяких направлений, то имеет смысл все-таки делать посадочные на папках, а не на доменах и под доменах. Вообще, Евгений говорил уже, что лендинг – это такой маленький сайт, небольшой, и сколько он стоит на этот вопрос, соответственно, сложно. Мы предлагаем расчет стоимости делать все-таки по количеству страниц, например. У нас был разработан такой сервис, как расчет стоимости сайта. Если вы на наш сайт зайдете, это burbon.ru, то можете приблизительно понять стоимость, она у нас в часах варьируется, и понять, какие страницы нужны для таких сайтов, как сайт-визитка, интернет-магазин, либо портал. Хотелось бы ответить на вопрос, зачем лендингу, который надо делать быстро CMS. Отвечу на вопрос. Вот смотрите, нужно вам разработать сайт быстро. Значит, если у нас нет системы CMS, значит, мы должны его делать, делать код. Значит, мы должны его нарисовать, мы должны его сверстать, а потом мы его должны запрограммировать. Вот эти действия ваши, они не уложатся никогда в 30 минут. Буквально вчера, вот я бы хотела пример показать, буквально вчера мы решили запустить одно из своих направлений. У нас есть такое направление, как обучение, и вызывает меня с утра директор и говорит, Катя, нам надо лендинг за 30 минут. Конечно, я сказала, ну, надо лендинг, не проблема будет. Мы зарегистрировали домен. Постинг у нас уже есть, как у компании, которая разрабатывает сайты. Ну, в данном случае у нас лендинг на поддомене, то есть мы просто создали поддомен, загрузили туда демо Bittrex, в данном случае был использован старт или лицензионный ключ. Взяли наш шаблон лендинга, и у нас получился вот такой сайт. То есть буквально за полчаса мы подготовили тексты, картинки, все это готовил, конечно же, дизайнер. Тексты писали копирайтеры, но через полчаса у нас был лендинг про те направления, которые мы хотим осветить. Здесь на примере я хочу вам показать, каким образом можно этот лендинг редактировать, потому что там есть CMS. Мы не будем использовать доступ к какой-то коду, мы не будем верстать этот сайт, рисовать мы его тоже не будем. Мы использовали готовый шаблон, и я сейчас покажу, как он редактируется. Для этого нам достаточно просто переключиться в режим правки, и для каждого элемента будет доступна кнопочка контекстная, изменить элемент. Вот, например, мы входим в изменение элемента, например, редактируем заголовок. Ну, скажем вот так, например. Нажимаем «Сохранить», и все эти изменения у нас уже появляются на сайте. Если бы здесь не было CMS, я должна была бы зайти как минимум по FTP протоколу на хостинг и отредактировать эту страницу, и неизвестно, что бы у меня получилось. Ну, вот здесь вопрос есть такой, зачем программировать. Хорошо, уберем программирование, оставим только верстку. То есть я должна соединяться постоянно с сайтом по FTP и редактировать HTML. Не думаю, что сейчас есть много людей, которые хорошо знают HTML и могут редактировать его непосредственно на хостинге. Ну и все остальные элементы у нас построены точно таким же образом. То есть если мне нужно отредактировать описание одного из докладчиков, то я наведу мышку. Наведу мышку на нужное мне описание, точно так зайду в изменение элемента и отредактирую либо картинку, либо описание этого элемента. Хотелось бы еще что рассказать о нашем модуле. Мы уже рассказывали про наш модуль весной в мае месяце и нам задавали очень много вопросов. Как раз в этот момент была актуальная новость о том, что поисковые системы начали различать сайты адаптивные и неадаптивные по ранжированию. Мы сделали редизайн своего модуля и выпустили новую адаптивную версию на этом же модуле. Сейчас я выключу режим правки, чтобы было удобно смотреть. Вот получили адаптивный лендинг. То есть он корректно отображается на всех мобильных устройствах и, вероятно, будет ранжироваться выше, чем обычный лендинг. Ну, наверное, у меня на этом все. Сейчас могу ответить на вопросы. Да, у нас есть вопросы именно по нашему направлению обучения. У нас есть сейчас уже готовая программа по обучению, продвижению и рекламе, научная. Но я думаю, мы можем сделать вебинары. Отправьте, пожалуйста, заявочку нам через сайт. Это очень легко сделать вот так. То есть нажать call to action элемент, задать вопрос и отправляйте заявку. Она придет к нам, мы с вами пообщаемся. Еще вопрос, пожалуйста. Ну, если нет вопросов, тогда у нас все. А, баннер меняется. Хорошо, я сейчас покажу, как меняется баннер. Ну, мы, когда создавали этот лендинг, придерживались концепции, чтобы все было разработано именно на инфоблоках системы. То есть чтобы все было универсально, точно так же, как на всех сайтах. То есть вот баннер – это картинка для анонса. Она сюда загружается, точно так же, как на тысячах других сайтов на Bittrex. Вы ее можете загрузить, и она будет показана уже сразу на сайте. Наш модуль работает на редакции. Первый сайт, на редакции старт и выше. Ну, вот адаптивный, в частности, он, конечно, будет работать на редакции старт. Еще раз, я не поняла вопрос про видео. Можно сделать слайдер с видео. Ну, сделать можно все, но не за 30 минут в данном случае. Здесь все-таки мы отталкивались от наличия картинок. Видео вы можете, в принципе, вставить в любую область. Здесь есть области, многие текстовые. И вставить его как у штеммэль. Спрашивают про интеграцию с CRM. Интеграцию с CRM можно настроить так же, как и в любой другой редакции Bittrex. У нас здесь используемые веб-формы, и мы можем настроить интеграцию с CRM. То есть ваша заявочка с сайта на Bittrex может попадать сразу в CRM Bittrex 24. У нас так настроено на некоторых лендингов, на некоторых сайтах, там, где нам нужна оперативность. Ну, вот за 30 минут вчера мы не уложились, если честно. Минусы лендинга. Можно мне весь вопрос сказать? Минусы лендинга. Но минус лендинга вообще он в том, что вы можете продвигать, хорошо продвигать только один продукт или только одну услугу. То есть вы здесь не сможете сделать интернет-магазин, это противоречит вообще концепции лендинга в принципе. Ну, то есть вот минус это или плюс, это просто как бы такая область, вы продвигаете только что-то одно, не распыляя ни в коем случае внимания потребителя. Можно ли на редакции Start синхронизироваться с CRM? Ну, давайте с вами пообщаемся потом в оффлайне, я вам точно скажу ответ на этот вопрос. Возможно, даже ссылку на документацию дам, чтобы мы могли сами что-то сделать. Можно сделать на основе интеграцию с CRM, то есть в принципе любые формы интегрируются. Можно ли продвигать на лендинге несколько продуктов? Ну, я уже отвечала на самом деле на этот вопрос. Можете продвигать несколько продуктов, но лучше продвигать только один. Реально ли продвигать лендинг по SEO? Вообще, я консультировалась у наших SEO-специалистов много раз, поэтому вопрос очень частый вопрос. Они говорят одно, продвигать можно, но вообще сама концепция лендинга – это быстрый запуск. И первоначально лучше использовать директ. Но в последующем, с последующим продвижением SEO, уж коль скоро вы занимаетесь продвижением этого продукта, то логично сначала для быстрого запуска дать директ, а затем, ну и вообще при создании лендинга, заложить основу для продвижения, то есть написать хорошие тексты и так далее. Если говорить про продвижение, то на самом деле потребуется просто много страниц для того, чтобы качественно продвигать сайт. То есть на лендинге вы не сможете продвигать сайт по многим запросам, буквально в несколько, в два-три. Но для продвижения качества необходимо запросы много поддвигать, и, соответственно, лендинг нецем для этого подходит. Спасибо вам большое за вопросы. Есть вопрос, когда у нас поменяется на адаптивный. Ну, я вам скажу так. После вебинара, который у нас был в мае месяце, буквально за месяц мы выпустили обновление, сверстали адаптив, но мы не можем пройти модерацию. Компания Bittrex очень серьезно относится к решениям, которые попадают в Marketplace, и очень серьезно проверяется каждое решение. Я думаю, что скоро мы выпустимся в Marketplace, но за ваши заявки я с удовольствием приму вот с этого лендинга, который мы показали, либо вы можете написать нам на почту, и мы вам сделаем оповещение, как только нас модерация пропустит. Можно ли использовать шаблон лендинга для нескольких сайтов? Ну, наш модуль рассчитан на 2 установки, ровно так же, как и лицензия Bittrex. Мы не стали делать различий, чтобы вы не запутались, но вообще можно сделать и неограниченное количество установок по запросу. Ну, то есть вы обращаетесь к нам, рассказываете ситуацию, что вы хотите продвигать, мы вам советуем, как это продвигать, и как устанавливать эти лендинги. На домены, на поддомены, на отдельные домены, либо в папке сайта. И опять же, это зависит еще от лицензии, на которой все это делаете. Ну, в общем, мы вас готовы проконсультировать комплексно по вот этой многоразовой установке и провести ее. Обязательно ли делать лендинг на домене или под доменем? Нет, не обязательно. Вы можете установить лендинг в папку уже существующего сайта. То есть если у вас на лицензии уже есть 2 сайта, на лицензии Bittrex, то вы можете установить в папку любого из сайтов. И вторую установку тоже в папку провести. Ну, мы здесь не ограничиваем фантазию вашу. То есть как угодно, так и поставить. Ну, что, я думаю, все. Екатерина, Евгений, спасибо большое. Надеюсь, было всем полезно и интересно. Спасибо вам. Вот, а в записи сегодняшнего вебинара постараемся выложить в самое ближайшее время. Сегодня-завтра на нашем сайте, вот там, где читали про вебинар. Напоминаю всем еще раз. Спасибо. Вот, да, всем спасибо и до встречи на следующих наших вебинарах. До свидания. До свидания. Спасибо.